Поиски были проведены сегодня одним спасательным отрядом в Джераканском районе. Обнаружено и эвакуировано тело одного военнослужащего. Его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Напомним, что с 13 ноября 2020 года по настоящее время в результате поисковых работ и обмена телами с азербайджанской стороной было установлено 1708 тел. Противостояние России и Украины обостряется. Запад тоже не остается в стороне. После эвакуации дипломатов и их семей из Киева США заявляют, что готовы к диалогу с Россией по предложенным ею гарантиям безопасности, но не пойдут на какие-либо уступки. В то же время Минобороны США привело в состояние повышенной боевой готовности 8,5 тысяч военнослужащих на случай их переброски в Европу. Согласно месседжам Москвы, Россия тоже не собирается отступать. Министерство финансов пересматривает процесс организации государственных закупок. Если в 2021 году в связи с быстрой ликвидацией последствий войны большая часть закупок осуществлялась без объявления тендеров путем переговоров, то в этом году произойдет ряд изменений в этой сфере. После изменения законодательства ужесточатся требования как к госорганам, так и к другим участникам процесса закупок. В Министерстве финансов создается структурное подразделение по повышению эффективности использования государственных средств. Объявление о проведении государственных закупок публикуется на официальном сайте Министерства финансов. Пособия по безработице были отменены в 2014 году на процесс регистрации безработных и при желании предоставления им статуса безработного продолжаются. По состоянию на 1 января в отделе труда и занятости Министерства труда, социальных вопросов и миграции зарегистрировано 1073 лица, ищущих работу, 1016 из которых получили статус безработных. Большинство из них, а именно 837 составляют женщины. Почти ежедневно до 20 человек обращаются за основной или второй работой. Департамент труда и занятости получил список вакансий от 25 работодателей, примерно с 340 вакансиями. Данные регулярно обновляются. Большая часть вакансий в сфере строительства. Вчера было проведено 206 тестирований, в результате которых в Арцахе выявлено 9 новых случаев коронавирусной болезни. В данный момент стационарное лечение проходит 29 пациентов с диагнозом COVID-19. Врачи оценивают состояние 5 пациентов как ранее тяжелое, 21 как тяжелое. Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает граждан следовать рекомендациям во избежание новой вспышки эпидемии и как можно скорее вакцинироваться. Вакцинация против COVID-19 проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении Республиканского медицинского центра в Медобъединении «Аревик» в Центре эпидемиологии и гигиены в Аскеранском, Артунинском и Мартакерском районных медицинских объединениях. Для получения дополнительной информации о вакцинации можете позвонить по телефону 047-94-32-27 с 9 до 17.00. В Арцахе нет закрытых или труднопроходимых дорог. На Сырованском перевале дорога заснежена. Перевал в Артенянс труднопроходим для перевозящего людей транспорта и закрыт для автотранспорта с прицепа. Работники дорожных служб расчищают дороги и обрабатывают их солью и песком. Все межгосударственные автомагистрали открыты.